здравствуйте уважаемые зрители я евгений замятин сегодня поговорим о рыболовных мормышках мормышек на сегодняшний день в рыболовном мире существует огромное количество и все эти мормышки сколько бы их ни было я образно могу разделить на две большие группы первая группа на мой взгляд это мормышки которые используют рыболовы при любительских рыбалках давайте же посмотрим какие они бывают хотя разумеется их разнообразие гораздо больше чем то что вы сейчас увидите и тем не менее мы видим что рыболовные мормышки которые я отнес в первую группу они изготовлены из различных материалов здесь и свинец и припой и вольфрам они всевозможных расцветок также применяется бисер бусинки какие-то есть вкрапления из металлов мы видим что бывают рыболовные мормышки очень даже вполне себе дешевые и очень простые например обыкновенные дробинки разница лишь в размерах и в весе разумеется как каждая мормышка напротив каждой группы мормышек я подписываю сколько она весит вес мормышки играет здесь основную роль а то как она выглядит конечно мы сами можем пронаблюдать визуально видите да здесь и знаменитые бананы которые свое время просто массовую популярность имели при ловле окуня здесь и мормышки комбинированные для ловли карася например вольфрамовые капельки всевозможных форм вот каждая мормышка здесь подписано и разнообразие их я думаю бесконечное множество разумеется все эти мормышки имеют право на жизнь и в основном очень нравится рыболовам вторая группа мормышек на которые я обратил бы особое внимание это так называемые спортивные мормышки которые в принципе мало чем отличаются друг от друга это эти мормышки отличаются размером поэтому сер все спортивные мормышки можно разделить на определенный размер а он измеряется в миллиметрах поэтому есть мормышки размером 2 миллиметра два с половиной 275 33 с половиной 375 44 с половиной миллиметра и это зависит от того конечно при каких условиях мы используем эти мормышки какая глубина в месте ловли и всевозможные другие значимые факторы эти мормышки спортивные вот мы их можем увидеть они отличаются по форме разумеется отличаются по форме и они разных цветов в основном это четыре цвета медный золотистый серебристый и черный однако при ловле такое таких видов рыб как окунь или плотва по моему мнению цвет мормышки не играет ровным счетом никакой роли играет роль только форма размер и тот способ игры мормышки который рыболов придает этой самой мормышки с насадки либо без насадки но конечно кое-кто может сказать что например при ловле такой рыбы как карась цвет и форма мормышки вот особенно цвет мормышки имеет значение дорогие друзья но вообще-то существует устойчивое мнение что карась зимой не клюет конечно карась зимой клюет и я думаю что здесь все зависит от характера дна водоема если водоеме дно песчаная и карасю некуда зарыться на всю зиму чтобы кушать вкусный там ил или супропель конечно если дно песчаная карась будет клевать всю зиму стоили другой там интенсивностью но он будет клевать и здесь многие рыболовы предпочитают например и свои любимые мормышки но вы листых водоемах карась действительно не клюет но и этот пример просто подтверждает правило при ловле на мормышку главным образом и на что мы должны обратить внимание это на ее размер то есть где-то в глухозиме например больше рыбе нравятся такие вот ну два миллиметра на очень тонких лесках ли толщина лесок порой бывает при ловле на мормышки спортивные 205 до 206 миллиметров вот ну а стандартный размер лесок на которые мы ловим но где-то от 207 до 209 209 для мормышки спортивные вообще считается канат и так дорогие друзья мы увидели с вами что существует огромное разнообразие рыболовных мормышек каждый рыболов обязан верить в ту насадку в ту снасть с помощью которой он ловит однако я обращаю ваше внимание присмотритесь спортивным рыболовным мормышкам потому что именно с помощью спортивных мормышек рыболову зачастую в награду достается богатый улов с вами был евгений замятин встретимся на рыбалке